Мы живем в мире звуков. Я слышу, как лает собака, жужжит пчела, Шелестят листья, гудят провода, Стучат молотки, бежит электротела, Ревет автомобиль, грохочет самолет, Жужжит вода и забывает ветер. Но что общего у всех этих звуков, Которые так мало похожи друг на друга? Что такое звук вообще? Первым человеком, задумавшимся над этим вопросом, Был знаменитый древнегреческий мудрец и ученый Пифагор. И он ответил на него так. Всякий звук — это удар. Вот струна лиры. Она колеблется и бьет по воздуху. Воздух вокруг струны то сгущается, То разряжается. Эти сгущения и разряжения распространяются во все стороны И достигают наших ушей. Если удар сильный, звук будет громким. Если слабый — тихим. А где мы не видим колебаний и ударов, Там они все равно есть. Только надо догадаться, как они происходят. Прикрепим к столу стальную линейку, Оттянем ее конец и отпустим его. Конец линейки колеблется и бьет по воздуху. Из-за этих ударов возникает звук, Который доходит до наших ушей. Для воспроизведения звука Люди обычно пользуются динамиками. Пропустим через динамик переменный электрический ток На частоте 300 Гц. Этот ток заставляет мембрану делать 300 колебаний в секунду И ударять по воздуху, Создавая в нем сжатие и разряжение. Чтобы сделать движения мембраны видимыми, Положим на нее пластмассовую фишку. Видите, как она прыгает? Генератор колебаний работает по тому же принципу, Что и динамик. От переменного электрического тока. Диск, который мы к нему приделали, Будет играть роль мембраны. Запустим генератор на частоте 100 Гц. Опустимся до 90 Гц. 80, 70, 60, 50, 40. Колебания мембраны отлично видно. А теперь послушаем, как пищит комар. Вы думаете, он издает этот звук с помощью специальной пищалки? Ничего подобного. Комар быстро-быстро машет своими крылышками. Крылышки ударяют по воздуху и создают звук. Давайте узнаем, сколько взмахов в секунду делает комар. Возьмем динамик и подадим на него звук определенной частоты, создаваемой генератором. Начнем с 400 Гц. Совсем не то. 500, 600, 700 Гц. И звуки практически слились. Послушаем их поочередно. Вот звук комара. А вот звук динамика. А вот оба звука вместе. Мы установили, что комар машет крылышками 700 раз в секунду. Голосовой аппарат человека устроен очень сложно. И поэтому мы можем производить самые разнообразные звуки. В формировании этих звуков участвуют и полость рта, и носовая полость, и язык, и зубы, и губы. Но самым главным органом человеческой речи являются голосовые связки, которые находятся в гортане. Именно с их помощью мы извлекаем многие звуки и поем. Голосовые связки – это специальные мышцы. Когда воздух из легких проходит между связками через голосовую щель, он заставляет их колебаться. Изменяя натяжение связок, мы меняем высоту. Мы сделали модель голосовых связок, натянув на трубку две резиновые ленты с узкой щелью между ними. Надутый воздушный шарик будет играть роль легких. Откроем горловину, и связки начинают звучать. А как работает обычный свисток? Здесь нет никаких пластинок или резинок, которые могли бы дрожать. Откуда же берутся удары по воздуху, создающие звук? Свисток состоит из трех частей – щели, клина и внутреннего объема, так называемого воздушного резонатора. Воздушная струя вырывается из щели и налетает на клин. Воздух во внутреннем объеме работает как пружина, то сжимается, то разжимается. Из-за этих колебаний струя проходит то с одной, то с другой стороны клина. И раскачивает колебания воздуха в резонаторе еще сильнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...